МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа события в студии Ольга Ловина. Новации в нанесении разметки на улицах города, а еще проблемные участки областного центра, которые уже сегодня особо нуждаются в ремонте. Об этом говорили на еженедельном заседании областного правительства. Что еще ожидает дорожную отрасль региона? Смотрите далее. Уже сегодня в полную мощь запущены все асфальтобетонные заводы региона. С наступлением тепла появилась возможность ремонтировать дороги горячим асфальтом. Более 60 бригад задействованы в работах. Внимание сразу на все аспекты. Качество асфальтобетонной смеси, процесс укладки и приемка работы. Обращать внимание на это призывает и губернатор. В прошлом году закупили много современной спецтехники. Это также помогает ускорить процесс. С начала 2021 года подрядные организации Брянской области ведут активную работу по заготовке дорожных материалов для выполнения утвержденной программы дорожных работ 21 года. И по состоянию на 10 апреля 2021 года заготовка дорожных материалов составляет 78% от общей потребности по региону. По состоянию 9.04.2021 года яблочный ремонт с применением указанного материала на тайных дорог регионального межмуниципального значения в Брянской области выполнен в объеме 12 369 квадратных метров. Всего на территории нашего региона более 16 тысяч километров автомобильных дорог. В областном центре 818 километров. Активные стройки и ремонт также ведутся и в сельских поселениях. На дорогах, ведущих крупным сельхозпредприятиям, проводятся работы каждый год. То, что вы обратили внимание, мне это приятно по сельским дорогам. Я думаю, что это ваша инициатива. Потом мне сегодня Борис Иванович на понерке говорили, что только в этом году разрешили, внесли изменения, чтобы на сельских территориях не строить новые дороги, а на эти средства, которые уделяются программе развития сельских территорий, использовать их и на капитальный ремонт. Это правильно. Планировать работы на уже следующий год призывает губернатор. К концу 2021-го уже должен быть понятен объем на год грядущий. Традиционно в апреле сотрудники дорожного управления начинают механическую мойку и поливку улиц и площадей. Проводится уборка на остановках, стрижка кустарников и высаживание цветов. Стартовали работы и по нанесению дорожной разметки. Всего в областном центре эта работа ведется на 570 километрах автодорог. Но тут губернатор предлагает уйти от нынешнего малоэффективного способа. Мы сегодня, если мы сделаем не 570, а 160, то это будет та разметка, которая будет в следующем году. Просто я к чему? Вы это говорите, Михаил Александрович, у вас хорошее предложение, но мы тогда сейчас должны написать какую-то дорожную карту, Александр Николаевич. И что мы в этом году делаем не 570 километрах разметки, а 170. Но эта разметка на 5 лет. И мы за 3 года решим все проблемы в городе Брянске. Вместо 3 месяцев гарантии, гарантия сразу 5 лет. За 3 года провести эту работу и нанести качественную разметку – вот задача. Решение есть, есть. Есть та разметка, да, которая дороже. Мы там будем не тренировать, мы будем даже в 5 раз дороже. Может быть. Но мы сделали и забыли. Просто забыли. И мы туда возвращаемся тогда, когда мы будем там капитально ремонтировать данный участок дороги. Подвергся критике губернатора и участок на главном проспекте областного центра. На Ленина плохой участок дороги, пожалуй, знает каждый автолюбитель. После зимы в асфальте появилась глубокая колья, которая уже давно требует ремонта. И оно стоит. Уже давно надо сделать. Давно надо сделать. Потому что люди все едут, говорят, о, асфальт. Асфальт вымыло. Асфальт не вымыло, там его взорвали. Ямки надо эти заделывать. Потому что еще ямок много. Тоже круговое движение, там горка. Там в Бежевск уезжаешь, у нас же не гарантийная дорога. Нет. Она будет делаться. Продолжается в регионе и реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги». Уже в этом году будет сдана первая очередь. Брандиозные стройки дороги защитные дамбы «Брянск-1», «Брянск-2». По этой же федеральной программе планируется реализовать 49 объектов. А всего в регионе по разным программам планируется отремонтировать более 440 километров автодорог. На эти цели выделено более 7 миллиардов рублей. Региональные – более 5. Мария Сильвестрова, Сергей Дюков, Максим Кузнецов. События. Брянск. Развитие промышленных предприятий Брянской области и воспитание кадров для современного производства. Эти и другие вопросы обсуждались на рабочей встрече в региональном правительстве. Губернатор Александр Богомаз провел ее с представителями Союза машиностроителей России. На встречу с главой региона Александром Богомазом представители Союза машиностроителей приехали в преддверии Всероссийского съезда этой организации. Она работает уже 14 лет. Представительства открыты в 71 регионе страны. Брянщина была в числе первых, где появилось отделение. Гостей интересовало, чем живут наши машиностроители, как развивается это направление промышленности. Тот рост, который был за последний год 6 лет, это 57% промышленность, 40% сельское хозяйство. По прошлому году промышленность 0,2% выросла, а сельское хозяйство 2,5%. Тенденция сегодня заложена хорошая. Я думаю, что то хорошее, что мы делаем, мы будем развивать дальше. Во время рабочей встречи речь шла о том, как регион пережил пандемию. Какие тенденции наметились в этом году. Губернатор привел самые свежие статистические данные. По первому кварталу этого года, учитывая, что в прошлом году мы не упали в первый квартал, даже с пандемией, там 460 миллионов получили плюсом к 19-му. У нас плюсом к первому кварталу прошлого года миллиард рублей. То есть, хорошее дает надежды и оптимизм на том, что экономика Брянской области, все-таки она как бы отправилась. Ну и сегодня вот уже мы имеем этот показатель. Чтобы промышленность развивалась, нужны квалифицированные кадры. Вопрос актуален во многих регионах. Союз машиностроителей тесно сотрудничает в этом направлении с Брянским техническим университетом. Популяризация инженерных и рабочих профессий – это одно из основных направлений. Политика сейчас Союза – это в основном направлено на развитие воспитания молодежи, воспитания кадров подрастающего поколения. Много очень проектов именно связано с молодежью. Те же «Инженеры будущего», «Неделя без турникетов». У вас в регионе тоже это проходит. То есть, чтобы людям показывали, какие есть предприятия на местах, чтобы молодые люди, школьники, студенты пришли, посмотрели. В нашем регионе промышленность активно развивается, так что сотрудники нужны как в областном центре, так и в районах. Если мы сегодня возьмем любую районную газету, то там требуется, требуется, требуется. Глава региона и представители Союза машиностроителей России наметили план дальнейшего сотрудничества. Оно будет продолжено при разработке региональных проектов, реализации федеральных программ, направленных на освоение новых технологий, разработке инновационных продуктов. Наталья Бодник, Сергей Дюков, Анатолий Чикрыгин. События Брянск. ОМВД России по Брянской области предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных акциях. В ряде интернет-ресурсов, социальных сетях и мессенджерах распространяются сообщения о запланированных, несогласованных публичных мероприятиях в субъектах Российской Федерации. Напоминаем, что в Брянской области продолжают действовать ограничительные меры, направленные на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19. Кроме того, в соответствии со статьей 8 Федерального закона о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, запрещено проведение публичных мероприятий на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям органов государственной власти и экстренных оперативных служб. ОМВД России по Брянской области призывает граждан воздержаться от участия в несанкционированных акциях, а также от посещения площадей и улиц, заявленных как места их проведения, в обозначенной организаторами время. В условиях массового скопления людей возрастает риск заражения коронавирусной инфекцией. Кроме того, не исключены провокации со стороны деструктивно настроенных лиц, направленные на нарушение общественного порядка. Не подвергайте угрозе свое здоровье и безопасность. Предостерегите от участия в несанкционированных акциях своих родных и близких, в особенности несовершеннолетних. Напомним, что за нарушение действующего законодательства предусмотрена административная и уголовная ответственность, крупные денежные штрафы, а в некоторых случаях и лишение свободы. Россия отметила Национальный день донора. В Брянске традиционно 20 апреля в центре города работают мобильные станции переливания крови. Этот год юбилейный. Ровно 10 лет, как в областном центре, начал работать первый мобильный комплекс. За время акции сдали кровь более 2000 человек. С теми, кто неравнодушен к чужой беде, пообщалась Екатерина Зойдина. В сквере Карла Маркса работают сразу два мобильных комплекса. Желающих сдать кровь прибавляется. Среди участников акции почетные доноры и те, кто всего 2-3 раза сдавал кровь. Сейчас мы как относительно здоровые, но когда случаются даже серьезные заболевания, может быть даже это маленькая, как говорится, капелька крови, вы знаете, онкологические больные, они очень нуждаются. Поэтому это то, что мы самое маленькое можем отдать людям. Второй раз сдаю кровь, считаю, что это полезно. Так же, как и для себя, так же, как и для других людей. И я считаю, что сейчас такое тяжелое время, нужно вообще помогать людям. Стать участником акции могут здоровые люди старше 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний. Первичный осмотр после процедуры сдачи крови. В связи с эпидемиологической обстановкой в мобильный комплекс заходят только доноры. Станции очень удобно всегда находятся. В центре города удобно и с работы уйти, и тем более даются дополнительные выходные. И сейчас время такое сложное. Сказали, на самом деле, меньше народу стало в последнее время ходить и сдавать кровь. Поэтому я считаю своим гражданским долгом сдавать кровь. Этот год юбилейный. Ровно 10 лет, как в центре города, начал работать первый мобильный комплекс. За это время сдали кровь более 2000 человек. Следовательно, более 6-7 тысяч пациентов получили помощь благодаря этой акции. Помочь люди могут и в борьбе с COVID-19, сдав плазму крови. Брянская областная станция Переливания подписала соглашение о поставке плазмы с антителами на завод, входящий в структуру госкорпорации Ростех, для производства и создания препарата иммуноглобулин ковидный. И, соответственно, все доноры, кто сдает сегодняшний день кровь в том или ином виде, неважно, это плазма или цельная кровь, проходят обследование на антитела ковидный. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы мы могли из общего потока доноров выделить интересующих нас доноры с необходимым титром. Доноры тестируются на антитела, и если кровь подходит по требованиям, с человеком связываются и предлагают сдать плазму. Это можно сделать и по желанию, если есть антитела. Среди таких доноров депутат Государственной Думы Николай Валуев. Он несколько раз сдавал плазму крови для заболевших COVID-19. Впервые антителами, выработанными после болезни, Валуев поделился в декабре. Друзья, ну, традиционно сдаем кровь на плазму, уже не первый раз. Есть побочный положительный эффект. Антитела растут, как ни странно. Но врач объяснил, что это нормальная реакция организма. Так что будем надеяться, что, во-первых, делаем, так сказать, полезное дело, для того, чтобы, может быть, кому-то плазма поможет. Заодно, по ходу, еще повышая уровень собственных антител. Благодаря добровольцам область обеспечена резервными запасами крови. Екатерина Зойдина, Игорь Винничук. События. Брянск. Жемчужина Брянской области, Свенский монастырь, пополнился новой иконой XIX века. В дар храму, отреставрированную святыню, преподнес эксперт тематической площадки ОНФ Николай Алексеенко. Он также познакомился с одной из главных достопримечательностей. На экскурсии также побывала и наша съемочная группа. Ставший уже любимым у туристов и, конечно, жителей всего региона. А еще популярное место для фотосессии и прогулок с семьей. Свенский монастырь. Архитектурная достопримечательность с многовековой историей. Старейшая святыня была основана в 1288 году. Его еще называют местом силы, куда ежегодно съезжаются тысячи паломников. Здесь хранится список иконы XVIII века. Частички мощей Андрея Первозванного, Георгия Победоносца, Оптинских старцев. То есть тоже был основным действующим храмом до момента окончания строительства Успенского собора. Главная святыня – Успенский собор Свенского монастыря. Его высота 62 метра. А гордость и достопримечательность – семиярусный иконостас. Один из самых больших во всей России. По сей день тут продолжают бережно хранить историю и традиции. Мы ее сохранили, не стали ее ничего, не штукатурить, не менять вот эту деталь, элемент. Как тут участок, часть фундамента. И фундамент, значит храм стоит. А еще убранство внутри собора. Великие праздники здесь собираются верующие со всей области и даже соседних городов. Хранятся в соборе и мощи Киево-Печорских старцев. Очень много исторического нового узнал. О том и Петр Первый, и Иван Грозный. То есть такие знаковые для нашей государственности имена, которые внимание большое уделяли этому святому месту. Обратив внимание, что храм восстановленный, основной храм, он построен на том самом фундаменте, на котором стоял храм, который был в свое время снесен. То есть большому счету храм веры стоит на том самом правильном фундаменте, историческом фундаменте. Поэтому я думаю, он по-прежнему будет охранять брянцев, всю брянщину. И сейчас, и на многие века. В дар храму уникальная икона 19 века, Благовещение Святой Богородицы, изготовленная из дерева и латуни. На молитвенную память о вас, о ваших трудах, да икона древняя древняя. Для иконы определили и место. Располагаться она будет в Игуменском доме. А немного позже православные смогут увидеть новую святыню храма. Мария Сильвестрова, Сергей Дюков. События. Брянский район. Мы продолжаем следить за бездействием в доме 64 на улице Горького. Квартиры продолжают затапливать. О ремонте крыши только слова. Строительная организация судится с фондом капремонта. Управляющая компания имеет удобную отговорку ничего не делать. Мол, на гарантии крыша. А тем временем прошли очередные дожди. Жители дома 64 по Горького снова с тазиками. Напомним. Летом 2020-го кровля здания не выдержала ливня. Вода пришла в квартиры. Люди взяли тазики, стали считать, сколько денег придется вложить в ремонт после водных процедур. И позвонили в свою управляющую компанию, профгарант. Вроде как текущий ремонт крыши их непосредственное дело, а нет. Людям пояснили, крышу ремонтировать не имеем права. Как бы сильно не хотелось. Даже убрать снег с крыши, по просьбе жильцов, управляющая компания отказывается. В профгарантии ссылаются на то, что в 2016 году кровлю делали подрядчики регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области. И теперь, получается, они должны отвечать за свою работу. Крыши находятся на гарантии. Подрядчиков выбирают мера. Работы принимают мера. Мы все вопросы, которые мы сделали, незамеченные институты. Мы сделали это, обратились в суд. Он капитальный обмен в Курсе. Выходил подрядчик в декабре месяце. Сказал, как только насыдет мера, будем все равно ответить в мера. За окном весна. Но неожиданно выпавший снег дал понять жильцам 64-го дома. Крышу им пока чинить никто не собирается. В нашем предыдущем сюжете временно исполняющий обязанности руководителя регионального фонда капремонта пояснил. Крыша на гарантии подрядчика. СМУ-19. Генподрядчик отказался устранять свои недостатки в рамках гарантийных обязательств. Фондом поданный иск в административный суд о побуждении генподрядчика устранить вот эти строительные недостатки. Данное дело сейчас рассматривается в суде. Но мы понимаем, что собственники в данном случае не виноваты. Фонд является заказчиком. Значит, мы сейчас принимаем меры. Идут суды. И это стало главной отговоркой, чтобы ничего не делать. Тем временем к нам в редакцию прислали видео очередного потопа. Такая ежедневная процедура у нас. Добываем воду. Наша обслуживающая компания, профгарант, к которой мы обращаемся, которая каждый месяц приходит к нам исправно, снимает у нас акты залития, нам подписывает, говорит, что они делать ничего не имеют права, потому что ведутся суды. Суды ведутся, потому что 4 года с половиной назад наша кровля была отремонтирована по программе капитального ремонта. Отремонтирована она была плохо. И, соответственно, нам говорит профгарант, капремонт должен теперь за свой счет исправить эти нарушения. Мы обращаемся в капремонт. Капремонт нам говорит, что мы не можем ничего сделать, потому что мы судимся. То есть они все судятся. Мы исправно платим за текущее обслуживание. Мы исправно платим отчисление фонда капремонта. За наши деньги было 4,5 года сделано кровля. Она сейчас течет. У нас квартиры испорчены. В очередной раз позвонили жители 64-го дома Погорького и в жилинспекцию. Ответ удивил. Как жить-то, когда у людей все затоплено, с души с иллюминат, течет на четвертые этажи. На что нам сказали в жилищной инспекции? Ну вы подставьте, пожалуйста, какие-нибудь емкости. А мы позвоним в профгарант и скажем, чтобы на техническом этаже у вас постелили кусок полиэтилена. Это говорит жилищная инспекция. В общем, пока все судятся и удивляют решениями 21-го века, жильцы не видят другого варианта, как подать заявление в прокуратуру. Андрей Мамошин, События, Брянск. У них своя весна студенческая. В Брянском государственном университете прошел галоконцерт «Стут весна-2021». На сцене актового зала сборные команды факультетов показали артистизм и креативность. С каким настроем ребята выступали после перерыва из-за пандемии и как проходил конкурс в этом году, расскажем в следующем сюжете. Для каждого весна приходит по-своему. Для молодых, энергичных и жизнерадостных студентов это время перемен и достижений. Более 500 участников конкурса на протяжении четырех дней удивляли жюри и друг друга своими талантами. Отбор финалистов был сложный. И вот сегодня на сцене лучшие из лучших. В этом году работа жюри была особенно сложной. Ребята готовились, ребята хотели выступить как можно лучше. Жюри постаралось отобрать лучших из лучших, самых достойных ребят, которые не только представят сегодня свои факультеты на нашем галоконцерте, но мы надеемся представить регион на всероссийском этапе студенческой весны. В прошлом году из-за пандемии коронавируса студенты не смогли показать свои таланты, поэтому в этом году готовились вдвойне усерднее. Ребята отмечают, ждали конкурс с волнением и успели соскучиться по сцене. Мы очень сильно соскучились по студенческой весне, и мы очень рады поучаствовать в ней вот сейчас. И так как у нас много людей, которые выпускаются, они очень рады, первокурсники просто в восторге. Я выступала на первокурснике, и вот был большой промежуток из-за коронавируса. Очень рада студвесне, это моя первая студвесна. Боевой такой настрой, радостный. Очень долго тренировались, репетировали. Все очень круто проходит, все очень нравится, очень здорово. Для кого-то это первая студвесна, для кого-то это уже традиционный конкурс. За четыре дня на сцене настоящий калейдоскоп самых разных номеров. Вокал, танцы, стем, театр мод и многое другое. На улице весна, и, соответственно, у студентов в душе тоже весна. И эта весна выливается в такой красочный, многожанровый смотр-конкурс «Студенческая весна». В этом году победителем в общем зачете стал факультет истории и международных отношений. Именно они, будущие историки, представят наш регион на всероссийской студвесне, которая пройдет в Нижнем Новгороде. Екатерина Пенько, Сергей Дюков, События Брянск. В зале спортивной школы Олимпийского резерва по спортивной гимнастике прошел девятый турнир города Брянска по восточному боевому единоборству памяти героя России Сергея Василева. Соревнования посвящены подвигу воинов 6-й роты Псковской воздушно-десантной дивизии. В турнире приняли участие мальчики и девочки разных возрастных и весовых категорий. На открытии соревнований присутствовала мама погибшего героя России Галина Георгиевна Василева. Александр Новиков продолжит. Турнир памяти героя России Сергея Василева собрал более 100 спортсменов. Это воспитанники клубов, секций, детско-юношеских школ. Соревнования по восточному боевому единоборству проходили в дисциплинах «Шатакан» и «Кабудо». Вы сегодня совершили маленький бодрик. Вы сегодня боролись с садовым, показывали наилучшие свои достижения. Ну и, конечно же, он для вас прятен и призер и победитель. Я думаю, что здесь не должно быть проигравших, почему? Потому что вы еще такого возраста, что у вас все вершины еще только впереди. Особое слово благодарности хотелось бы сегодня сказать Галине Георгиевне. Спасибо вам за вашего сына. Я думаю, у нас есть на кого равняться. Спасибо за все, что вы делаете для нас, что вы всегда рядом станете. Гибель, героически принявшей бой 6-й роты псковских десантников, всколыхнула всю страну, не оставив равнодушными даже далеких от армии и войны людей. Подвиг крылатой пехоты стал символом воинской доблести и новой российской армии. Все служится хорошо, чтобы было бы мирное небо у нас, чтобы мы жили в мире, чтобы нам никто и никогда не указывал, как нам жить, что нам делать. И я думаю, что в этом тоже будет какая-то лепса божена и ваша. Героический подвиг Сергея Василева жив в сердцах брянцев. Его именем названа улица в советском районе города Брянска и гимназия номер 7, где он учился. А ежегодный турнир по восточному боевому единоборству воспитывает новых героев, которые берут пример со своих легендарных земляков. Александр Новиков, Александр Жучков. События Брянск. В Брянске завершился областной турнир по бодибилдингу. В нем приняли участие спортсмены из Калуги, Орла, Ростова-на-Дону, Владикавказа, Курска, Кирова, Москвы, Московской и Нижегородской областей, а также Белоруссии. Для брянских бодибилдеров турнир стал отборочным этапом в сборной области. Волнение на сцене, волнение и за кулисами. Все участники готовятся к важному выходу. Предстать перед жюри нужно во всей красе, ведь конкуренция на турнире жесткая, география участников обширная. Московская, Калужская, Орловская. Даже посетили нас соседи сегодня, в гости приехали. И выступают очень достойно, довольны. Я надеюсь, что им очень понравится и будут всегда нас посещать. А еще спортсмены из Курска, Кирова, Москвы, Нижегородской области и Республики Беларусь. Победители определят в 24 номинациях и категориях. В этом сезоне открыты две новых категории. Это пляжный бодибилдинг, новички, мужчины, и фитнес-бикини, новички. Своими мускулистыми телами участники турнира рекламируют здоровый образ жизни и демонстрируют, чего можно добиться усердными тренировками. Спортсмены показали свое мастерство в классическом, пляжном и атлетическом бодибилдинге, фитнесе, бодифитнесе, фитнес-бикини и велнес-фитнесе. Я занимаюсь уже практически 8 лет. Выступаю 6. Самая грандиозная победа была у меня в том году, второе место на чемпионате России. В этом году я уже выступала в Красноярске. Спасибо большое. Теперь я тоже стала вице-чемпионкой. Сборная команда Брянщины выступит 26 апреля на чемпионате России в Краснодаре. Абсолютным победителем Кубка Брянской области среди мужчин стал Владислав Ломачевский, представлявший город Смоленск. Среди женщин признана лучшей Анна Горбатенко из Брянска. Александр Новиков, Александр Жучков. События. Брянск. Группа компании «Русский сыр» стала участником крупной международной выставки «Продэкспо-2021» в Москве. Для гостей и будущих партнеров на стенде были представлены сыры, сгущенное молоко и сливочное масло. Что отличает брянскую продукцию от других марок, узнала наш корреспондент Екатерина Зойдина. Королевский сыр охотничий, пашихонский, костромской, гауда. Компания представила 9 видов русских сыров. Они удивляют покупателей своим необычным вкусом. Здесь и преобладание специй, и сладковато-ореховый вкус, и слегка островатый. Это продукт высокого качества, где вкус имеет важное значение. Это сыры для завтрака, такие как российский, пашихонский, костромской. И сыры для готовки, это такие как гауда легкоплавка и твердый. Это для того, чтобы можно было поплавить, потереть в салатик и так далее. И сыры вкусовые. Это такие сыры, например, как охотничий, который очень понравился посетителям нашей выставки. Здесь можно было продегустировать продукцию, оценить качество и разнообразие сыров. Концепция компании «Все ради вкуса». Шикарный. Какой понравился? Мне больше понравился охотничий сыр. Там добавлены специальные специи и такой специфический привкус. Это на мой вкус. Королевский сыр. Вкусный сыр. Прям действительно вкусный. Охотничий сыр очень понравился. Очень вкусный. Я вообще не еду такого сыра. Не видели никогда? С таким ароматом. Русский сыр – это приятный вкус и высокое качество. Для его производства используется молоко собственных ферм. Продукция проходит жесткий контроль на этапе приема сырья, тестируется во время промежуточных этапов производства и непосредственно перед упаковкой и отправкой в торговые точки. Русский сыр – это не просто изготовитель сыра, а это полностью концепция производства. Начиная от травы, потом это коровы, которые мы отбирали отдельно генетически, для того, чтобы у них было идеальное молоко с соотношением казеиновых сывороточных белков. Потом это, естественно, на уровне контроля качества, для того, чтобы молоко было максимально чистое. И только в максимально чистом молоке могут раскрыться закваски и дать тот самый вкус необычный сыру. Завод производит твердые, полутвердые и рассольные сыры, а также сливочное масло и сгущенное молоко. Это тот самый советский гос, это такая ностальгия по советскому качеству. Мы это называем Советский Союз 2.0. То есть мы говорим о том, что мы максимально стараемся соблюдать стандарты отрасли в этом вопросе и даже превосходить их. Но особое внимание компания сейчас уделяет своему флагману – русскому сыру. В планах производство еще трех видов сыров. Все они будут отличаться вкусом и дополнять линейку уже представленных на выставке сыров. Продукция группы компаний «Русский сыр» широко представлена во многих регионах России. Качество, необычный вкус, большой выбор и польза для здоровья – это то, чем руководствуется предприятие при производстве сыра. Екатерина Зойдина, Максим Кузнецов. События. Москва. Это была последняя информация выпуска. Далее прогноз погоды. Всего доброго и до встречи.